Когда в Антарктиде плюс 20, это вот совсем нехорошо уже. Ситуация ужасающая с экономикой. Представляете, что такое для Китая свобода слова? То есть, ну, жуть. Просто реально постапокалипсис какой-то. Очистим нашу страну от тирании. Такая договоренность, что за столом не рыгаем. Трамп также, помимо этого, публично, показательно уволил с работы в Белом доме Александра Виндмана. Здравствуйте, дамы и господа. Иван Яковлев, студия «Радио Аристократ». Это город Киев. Шоу «Цивилизация». О цивилизации сегодня будем особенно много говорить, потому что есть о чем, но, боюсь, что скоро о чем не будет. Итак, начну издалека, совсем издалека, из Антарктиды. Там на той неделе был поставлен очередной температурный рекорд. Плюс 18 градусов зафиксировал столбик термометра на одной из аргентинских исследовательских станций. Чтобы вы понимали, нормальная температура в Антарктике в это время года, сейчас там конец лета, если что, там от нуля до плюс 5 градусов. Плюс 10, это считается жара, а там, ба-бах, плюс 17. Но не прошло и двух, то есть это был рекорд. Это, я не знаю, как здесь, как в Киеве, наверное, плюс 40 или что-то около того. Прошло некоторое время, и уже плюс 20,57 градуса отметили на острове Сеймур. Это не сама Антарктида, то есть не антарктический материк, а остров рядом с ним, но в любом случае все равно это безумная жара по местным понятиям. Ну, вообще, плюс 20 градусов, это неплохо даже для Киева, я считаю. Так вот, это еще полбеды. Проблема в том, что, если вы обратите внимание, Антарктида у нас как бы всегда показывают сбоку немного, но если посмотреть на нее, что называется, сверху, вы обратите внимание, что она такое круглое пятно, но пятно – это круглое не полностью земля, не полностью суша. Половина, восточная половина – это суша, все как надо, а западная половина – там такой полуостров есть, и вокруг этого полуострова два моря. И вот эти моря, они нагреваются гораздо сильнее, чем суша, и из-за этого ледники там начинают очень активно таять. В такую погоду они тают супербыстро, из-за этого ученые уже бьют тревогу, из-за того, что вот эта вот западная часть Антарктиды может нафиг растаять, и все, и не будет никакой Антарктиды. Будет что-то типа Гренландии, потому что, знаете, в Гренландии только на суше, собственно, есть ледники. На воде вокруг Гренландии ледников практически нет, многолетних ледов там нет. В Антарктиде они пока есть, но если они исчезнут, ну, тогда будет совсем плохо все. В общем, это очень серьезные изменения климата, погоды пока, а потом уже, видимо, и климата. То есть, опять же, ученые прикинули, посмотрели, что Антарктида нагревается гораздо быстрее, чем и вообще полярные области Антарктида, и Арктика очень быстро нагреваются, гораздо быстрее, чем умеренные широты. Это очень плохо для общего баланса климата. В общем, что-то и начинается, какая-то очень фиговая история, я вам так скажу, я уж не вдаваясь в подробности. Но вот эти сомптомы, знаете, когда в Антарктиде плюс 20, это вот совсем нехорошо, уже просто ярко выглядит, красиво, да, но в общем все равно все очень плохо. Итак, ладно, поехали. Коронавирус, которому дали на этой неделе название COVID-19, это Coronavirus Disease 19, то есть, ну, болезнь, вызванная коронавирусом 2019 года. Формально он появился в 2019 году, хотя мы о нем узнали очень хорошо уже в году 2020, то есть, вот все гадости он наделал именно сейчас. Итак, по последним данным, 65 тысяч человек заражено, 1384 из них умерли, и чуть больше 7 тысяч. Выздоровели. Данные эти приблизительные, потому что вот буквально пару дней назад китайцы изменили систему подсчета зараженных, и выяснилось сразу, что их на 15 тысяч человек больше. Почему? Что поменяли? Раньше брали, записывали в число зараженных только тех людей, у которых в крови прям выявлены вот эти вирусы, вот они точно железно есть. Сейчас зараженных записывают всех тех людей, у кого есть серьезные симптомы, указывающие на наличие в их телах вот этого коронавируса, то есть, сильный кашель, температура, т.д. То есть, в общем, раньше их считали, как бы, ну, типа, подумаешь, может, просто человек болеет простудой, гриппом, там, что-нибудь такое. Нет, сейчас их всех туда фигачат в раздел больных вот этим ковидом, потому что так считается, по крайней мере, что так легче держать болезнь под контролем и соблюдать карантинные всякие меры. Насчет карантинных мер. Вообще, самое главное, что, я смотрю, выяснилось насчет этой болезни, что она дико заразная, просто невероятно заразная. Вот на этом корабле, я, по-моему, в прошлый раз рассказывал про Diamond Princess, судно, круизный лайнер, стоящий на приколе в Японии, в Якогаме, в порту Ирагамы. Там объявлен карантин, с него никого не выпускают, только самых больных оттуда вытаскивают уже, знаете, в таких специальных колбах, чтобы они никого вокруг на берегу не заразили. Так вот, уже больше 200 человек там заражены. То есть, вообще говоря, началось все из того, что туда залез один китаец, потусил, слез. Он кого-то заразил, эти люди еще кого-то, еще кого-то. И пошло-поехало, и, в общем, там уже примерно 10% этого корабля, ну, население этого корабля уже лежит с симптомами и болезнью, что указывает на то, что достаточно одного человека в более-менее скучном помещении с людьми, да, то есть, в помещении, где много людей, в какой-то области, и все, всех перезаражает моментально. То есть, степень заразности просто какая-то фантастическая. Я даже не знаю, с чем это можно. Ну, наверное, с гриппом можно сравнить. Наверное, грипп также заражает. Хотя грипп, наверное, все-таки менее заразный. Дальше поехали. Еще что важно. На экономику это уже начало оказывать очень сильный эффект. Вот эта вся эпидемия. Дело в том, ну, вы хотя бы взять те же круизные компании, терпят колоссальные убытки. Люди категорически отказываются кататься на круизных лайнерах. Вообще, ездить в Азию никто не хочет сейчас. Туристические компании, бизнесы терпят колоссальные убытки. В общем, все плохо. Все сидят дома и боятся ехать куда бы то ни было. Но, и это еще не все. Потребление нефти в Китае сократилось за последнее время на 20%. 20% это огромная цифра. Это значит, что в Китае начался полномасштабный спад экономический. На этой неделе, в понедельник, был первый рабочий день после длинных выходных, связанных с лунным Новым годом, празднованием китайского лунного года. Эти выходные вообще длятся неделю, но и в этом году их продлили на еще одну неделю. И вот это уже вторая неделя закончилась, и в понедельник типа люди должны были выйти на работу. На самом деле почти никто на работу не пошел, потому что, во-первых, люди боятся, а во-вторых, даже некоторые офисы, бизнесы не открываются. Потому что, ну, как бы владельцы даже думают, ну, нафиг я лучше дома посижу, как бы жизнь дороже, да. И экономика, ну, не то чтобы стоит, но в полумертвом состоянии сейчас китайская, потому что люди просто тупо не могут работать. Ну, те, кто могут работать издалека, из дома, да, но вообще, в принципе, ситуация ужасающая с экономикой. Я думаю, мы еще точно даже не можем оценить масштабы бедствия в этом смысле, потому что, я думаю, ближе к концу года мы начнем понимать, насколько серьезно обрушение китайской экономики может повлиять на весь остальной мир. Кстати, еще такой момент. Никто не знает вообще, практически нет информации о том, что сейчас происходит в китайских провинциях, то есть в селе, что называется, да, где живет, в общем-то, большинство китайцев. Дело в том, что, смотрите, там вообще никакая статистика не ведется. Медицинно, там, знаете, лягушками лечат и всякими пиявками, в лучшем случае. Ну, такого плана, потому что в городах в Китае еще более-менее нормальная медицина, а в селе там до сих пор не считая, вообще все довольно плохо, печально. Поэтому, что в китайских селах творится, мы знаем очень приблизительно. Но, зато мы знаем вот что. Из Ухани, города, в котором все началось, это город 11 миллионов жителей, да, в первые же дни, в первые недели эпидемия оттуда свинтила 5 миллионов человек. Посмотрели примерно, прикинули, что это за 5 миллионов. Эти 5 миллионов, как правило, приезжие как раз из сел небольших городов, разбросанных по всему Китаю, которые приехали в большой город Ухань заработать денег. То есть, с очень высокой вероятностью мы можем говорить, что по китайским селам в провинции ходят целые толпы людей зараженных, которые никто нигде не учитывает. А Китай все-таки страна, как вы знаете, густо населенная, там миллиард людей живет. Поэтому, что там творится в том селе, мы не знаем даже приблизительно, я подозреваю, что ничего хорошего, потому что если в городах вы еще людей можете как-то держать под контролем, там полиция, какие-то можно заборы ставить, куда-то их согнать людей, какие-то госпиталя есть, то в провинции нет нифига, и поэтому каждый сам за себя, каждый сам предоставлен самому себе. Поэтому, я думаю, вот еще об этой истории нам только предстоит много интересного узнать. Ну и, естественно, как вы понимаете, люди вообще сейчас из городов бегут в Китае, потому что страшно, в метро не спустишься, в магазин не сходишь, на работу тоже боязно ходить, знаете ли, и вот все такое. Поэтому из больших городов сейчас люди, конечно, разбегаются. Ну и я их, в общем, понимаю. Одно время, с самого начала, общество там было до известной степени парализовано страхом. Вот тут мы, кстати, переходим к цивилизационной части нашей передачи. Но потихонечку сейчас оживает. Причем не просто оживает, а злится, оживает. Я вот специально сегодня послушал много, ну как много, три подкаста по ситуации в Китае, почитал, что пишут иностранные корреспонденты работающие там. Кстати, большинство уехало уже. Они пишут часто, знаете, со ссылкой на свои источники в самом Китае. То есть, какие-то друзья знакомые им звонят, рассказывают, что там происходит. А происходит там вот что. В том же Ухане. Представляете, город 11 миллионов человек, это типа Лондона, ну или типа Москвы, кому как. Абсолютно пустые улицы, на дорогах нет ни людей, ни машин. Иногда изредка проедет полицейская машина или скорая помощь. Ходят кошки, собаки неприкаянные, некормленные. Их выбросили многих. В общем, похоже, это, как я понимаю, описание на сцену такого, знаете, блокадного Ленинграда времен войны. Иногда какие-то люди тащат труп куда-то, относят, там, умершего родственника и так далее. То есть, ну, жуть. Просто реально постапокалипсис какой-то. Кстати, о постапокалипсисах. Много раз я обещал этой передаче что-нибудь такое. Ну и почти вот случилось. Но, в таких условиях вполне логично, что с центрами притяжения для местных жителей, вообще местной жизни, становятся больницы. И в больницах люди собираются, обсуждают что-то и так далее. И там звучат очень дерзкие, я бы сказал, речи. Вот в «Нью-Йорк Таймс», например, сообщают, что ругают правительство китайское и самого, как его называют, папочка Си, то есть Си Цзиньпиня, местного руководителя, ругают всех очень сильно, последними словами, материат, просто можно сказать, за то, что те не сумели предотвратить эпидемию, а уже когда стало понятно, что эпидемия начинает разрастаться, не сумели предоставить китайцам достаточно квалифицированную медицинскую помощь, и вообще, ну просто, знаете, люди там чуть ли не на улицах умирают, это перебор, конечно, но далеко не всем оказывается необходима медицинская помощь. То есть ситуация реально очень хреновая, заболевших море, а врачей мало, да и причем врачи сами умирают тоже, потому что поначалу их никто не предупреждал о том, что эта штука дико заразная. И что эти люди вообще, что они вообще хотят? Ну, во-первых, самая главная их претензия, то, что правительство, пытаясь скрыть эпидемию, поспособствовало ее распространению. И, конечно, тут не обходится ни один сейчас разговор в Китае без упоминания о Ли Вэнь Ляне. Это китайский врач из того же самого Уханя, работавший в центральной больнице этого города, он офтальмолог. Но он еще в конце декабря стал писать на специализированных медицинских форумах, что и в чатах, что, знаете, дорогие коллеги, у нас завелся какой-то страшный вирус, начинают, ну, люди умирают, прям серьезно, коронавирус какой-то, мы с таким не сталкивались, но он очень похож на SARS. Если вы помните, был такой вирус, который у нас обычно называли атипичной пневмонией. Вот он говорит, что похоже на возрождение SARS, но я пока, говорит, сложно сказать, я все-таки офтальмолог, я не вирусолог. Говорит, ну, что-то неприятное очень происходит. И вот эти сообщения пошли гулять по медицинским всяким чатам, да. И этого человека, этого Ли Вейнляна, вызвали в полицию, заставили его написать, ну, как бы, во-первых, постирать свои сообщения, а во-вторых, заставили написать заявление о том, что он врал и распространял слухи, недостоверную информацию, что он занимался там, пытался подорвать стабильность общества, и что-то такое, ну, вообще бред какой-то, да. То есть на него наехали, очень сильно наехало государство, и заставили его опять выйти на работу, и он там, собственно, на работе заразился, естественно, этим вирусом, и 6 февраля он умер от болезни этой. Его смерть стала на этим моментом таким катализатором для взрыва антиправительственных настроений в Китае. Люди по всему интернету китайскому начали ругать, мягко говоря, правительство за его реакцию, за отсутствие реакции на слова Ли, говорили, что отсутствие свободы слова, отсутствие адекватной обратной связи между властью и народом погубило этого человека, ну, что еще хуже, погубило тысячи других людей, которые умерли из-за того, что вот он мог спасти, да, но правительство заткнуло ему рот, не дало спасти тысячи и тысячи людей. И таким образом наш этот Ли стал настоящим героем в Китае, про него там чуть ли не легенды сейчас складывают, и на самом деле ситуация следующая. Он, знаете, его главная миссия стала как человека, объединяющего вокруг себя оппозицию компартии. Миллионы людей передают его истории, вообще он стал тем самым человеком, как бы лидером оппозиции, если хотели, и иконой оппозиции, наверное, было бы сказать точнее, потому что он все-таки уже умер как-никак. Люди, которые ссылаются на эту его историю, они запустили, ну, вообще все обвиняют правительство в том, что нет свободы слова, что даже специалист натыкается на бюрократическое, в своей области, в данном случае в медицине, натыкаются на бюрократическое безразличие или страх, и из-за этого страдает все общество. И поэтому, представьте себе, а, даже знаете, говорят, что Ли вот этого в Винляне убила не коронавирус, а отсутствие свободы слова, то есть что он умер и задохнулся с зажатым ртом. Очень популярна стала в Китае такая как бы фотография, потому что это он врач, он постил свои селфи, как он с маской медицинской на лице, и эту маску отфотошопили, и перефотошопили ему, знаете, колючую проволоку намотанного вокруг лица, дескать, вот его это убило, да, сейчас эти изображения, конечно, цензура китайская вычищает отовсюду, но китайцы небезразличны, они запустили целую кучу петиций к правительству с требованием ввести в Китай свободу слова. Представляете, что такое для Китая свободу слова? Ну, это невозможно, что это, это смерть режима просто момента, то есть это почти приравнивается к призывам к уничтожению власти Китайской коммунистической партии. Конечно, эти петиции, которые стали, кстати, набирать кучу подписей, да, эти петиции стали тоже вытирать отовсюду. Но самое интересное, что вместо этих петиций, знаете, как эквивалент этим петициям, стали распространять местные, даже не оппозиционеры, а просто обычные люди, требующие как бы нормального к себе отношения со стороны государства, стали распространять гимн Китая. Гимн Китая, чтобы вы понимали, начинается со слов, потому что это типа, мы больше не боимся рабства, вставайте, значит, китайцы и очистим нашу страну от тирании. То есть вот это так вообще, он официально начинается с таких слов. Давайте сейчас послушаем кусочек этого гимна. Можно сейчас послушать? Давайте. В общем, понятно, там, вставайте те, кто против рабства, защитим Китай от вторжения темных сил, вставай, вставай, вставай. В общем, короче, гимн Китая, да, то есть вполне официальная песня, главная песня в этой стране. И что же делает китайское правительство? Это звучит дико, это смешно звучит, но китайское правительство на самом деле сейчас изо всех из концов интернета вычищает китайский гимн. То есть он стал как бы символом сопротивления китайской партии, китайской компартии. Потому что, конечно, китайская компартия нифига не хочет, чтобы народ вставал, вставал, вставал. И она не думает, что пробил тревожный час. И что, тем более, она не хочет, чтобы кругом зазвучал боевой клич, как поется в этом, собственно, гимне. То есть гимн хорош был, когда для самих коммунистов, когда они вставай, вставай кричали. А вот когда против них, то им уже, короче, это нифига не нравится. Но народ, уже, понимаете, с ухмылкой такой, стролл-фейс, везде постит гимн Китая, в котором написано. В общем, этот гимн при некоторой фантазии можно расценивать как призыв к началу революции. По сути дела. Ну, а как еще? Типа, давайте, люди, поднимемся. Долой рабство. Мы заслуживаем свободы. Все такое. То есть вытирание собственного гимна до такого еще цензура, мне кажется, ни в одной стране не доходило. Но Китай, вот, пожалуйста. Я думаю, в связи с этим всем. Сейчас вообще ситуация такая интересная. Знаете, как складывается? Сейчас эта болезнь неизвестна, как сильно, это эпидемия, точнее, не болезнь, эпидемия, как сильно она повлияет на будущее этой страны, то есть Китая. Потому что, смотрите, когда-то в средние века, в ранние средние века, ну, Европа более-менее жила одной и той же жизнью, ничего особо не менялось. Потом пришла чума и куча народа, там, две трети в некоторых странах, в некоторых частях Европы, две трети населения вымерло, да. И после этого феодалам, вообще богатым людям приходилось за очень большие деньги нанимать людей, чтобы те работали. Потому что не осталось просто крепостных, крепостные все поумирали, да, нанимать со стороны, звать людей, чтобы те делали хоть какую-то работу. И вот эти наемные рабочие, вот эти профессионалы, целый класс профессионалов появился, да, и вот эти люди, они заняли потом нишу среднего класса, средний класс перерос в буржуазию, начались изменения. Короче говоря, начался ренессанс, потом новое время, буржуазная революция и так далее. То есть, в общем, началось движение вот этого закостенелого феодального строя, он был уничтожен в том числе значительной степенью чумой, да. Хотя чума, конечно, плохо, ничего хорошего в чуме нет, но она стала тем катализатором очень мощных изменений в европейской истории. То есть, иначе бы, если бы не было той чумы, мы бы вполне вероятно до сих пор жили бы при феодальном каком-то режиме, да. Но благодаря этой болезни, благодаря тому, что рабочая сила стала невероятно ценной, за нее приходилось выкладывать очень большие деньги, и тот человек, который умел работать и любил работать, стал сразу богатеть, причем быстро богатеть. Да, раньше-то богатели только, собственно, те, у кого была земля, то есть феодалы, а вот тут начали и профессионалы богатеть. И вот я думаю, сейчас в Китае начинается, во-первых, спад производства, во-вторых, там начиналось очень серьезное движение против партии, в-третьих, а может быть и на самом деле, во-первых, там начинается очень мощная волна с требованием дать свободу слова людям, потому что все видят, к чему приводит несвобода. То есть, эта чума воспринимается, не чума, а вот эта эпидемия воспринимается как продолжение политики несвободы слова, продолжение порождения политики цензуры. Вот эта политика цензуры, ее ввинят в том, что она стала, она породила, собственно, вот эту эпидемию. Я думаю, что вполне возможно, да, опять же, если немножко напрячь фантазию, ну как же, мы не можем заменять в будущее, но предположить можно. Вот я рискнул бы предположить, что эта эпидемия повлияет на дальнейшее развитие Китайской Народной Республики в том смысле, что она подвигнет правящий класс к проведению каких-то либеральных реформ. Потому что, знаете, в свое время вот в России там случилась война 1812 года, и почти прямым ее продолжением стало движение декабристов, например. После войны во Вьетнаме началось вот это движение, как ответ на войну во Вьетнаме, началось движение хиппи, 68-й год, освобождение и так далее, сексуальная революция. Сейчас вот я думаю, что в Китае может произойти вот так та же самая история, что в средневековой Европе после эпидемии чумы. Конечно, китайская власть, китайская компартия намного сильнее, чем какие-то феодальные европейские режимы. Но в принципе, в принципе, я вот такого полностью не исключал. Мне кажется, сейчас Китай может войти в очень сложный, но в то же время очень интересный период своего развития. Конечно, желаем выздоровления всем тем людям, кто заболел, вообще победы, скорее всего, над этой болезнью. Но в принципе, я думаю, что в цивилизационном смысле она может подвигнуть Китай к очень серьезным изменениям. Сейчас у нас небольшая пауза, поговорим потом про Америку. Там тоже в цивилизационном плане все плохо. Победителя выборов определяют уже не Владимир Путин и не его люди. Продолжаем разговор. Иван Яковин, радиоаристократ и город Киев, шоу «Цивилизация». Пока в Китае появилась надежда на некоторую демократизацию вследствие переживаемых этой страной очень тяжелых времен, в США идет, на мой взгляд, обратный процесс. То есть, идет очень быстрое уничтожение демократии. О чем я говорю? Смотрите, совсем недавно, как вы знаете, Сенат оправдал Дональда Трампа по делу об импичменте. Я тогда еще говорил, что дело, может, это очень плохо кончится, потому что президент США потерял любые сдержки и ограничения для того, чтобы творить абсолютно любые безумства. И так, в общем-то, и получается. Он занялся именно этим сейчас. Ну, во-первых, что он сделал? Он отомстил тем людям, кто выступал против него на процессе. Хотя формально не имел права этого. Возвращение имел права, но так не поступает. Вообще, знаете, прежде чем начать эту тему, я хочу сказать одну очень-очень важную вещь. В США многие процессы в политической сфере регулируются и вообще веками регулировались не законами, подзаконными актами, постановлениями, инструкциями, а сложившейся там политической культурой, которая в значительной степени произрастает из еще британской политической культуры. То есть, там есть довольно большой, я бы сказал, пласт и сложный пласт разных сдержек, противовесов, каких-то неформальных договоренностей, неформальных обычаев, правил и так далее. То есть, есть некоторые неписанные правила игры, которым все следуют. Все те люди, кто, собственно, занимается политикой в США. Эти правила, они не обязательно записаны в законах. Ну вот знаете, почему не записаны? Потому что все, например, знают, что во время ужина, например, рыгать громогласно за столом, по крайней мере в Европе, может быть, в Азии-то иначе, ну некрасиво, так никто не делает. И когда собираются там какие-то джентльмены, то у них как бы есть такая договоренность, что за столом не рыгаем, да, и в салат лапой, рукой своей не лезем, да, для этого есть там ложка и так далее. То есть, есть там, есть какие-то правила, в общем. Эти правила, они обязательно написаны в уголовном кодексе. Застрелить, то есть, посадить за несоблюдение этих правил никого не могут. Нет такого, нет таких законов. Это как бы подразумевается, что их и так все будут соблюдать. Но сейчас Америка столкнулась с такой ситуацией, когда появился человек, которому плевать на эти правила. Более того, ему нравится их нарушать. Эти правила он считает абсолютно необязательными к исполнению, устаревшими. И что самое неприятное, у этого человека есть огромная группа поддержки, которая говорит, так, давай макни этих джентльменов мордой в салат. Вот он сидит такой чистенький, да, возьми, макни его в салат. И он макает, и вот эта группа поддержки, примерно 40% населения США, ржет, гогочит, им смешно, они с удовольствием за этим наблюдают. А если их лидер еще возьмет и пукнет на всю столовую, ну, как бы все смотрят друг на друга, на него, и говорят, это что было, или замечать это, не знаю даже, как реагировать. А он сидит и смеется, и с ним смеется его группа поддержки. Вот какая ситуация, с которой мы сейчас столкнулись в Америке. Что имеется в виду? Есть некоторые вот эти вот правила, да, о которых заведены и которых никто никогда не нарушал. Ну, например, одно из них гласит, что президент США не вмешивается в работу Министерства юстиции. Министерство юстиции, оно, помимо всяких других функций в Америке, является, по сути дела, генеральной прокуратурой. И генеральный прокурор, он формально считается членом правительства, он входит в правительство и назначается по квоте президента с одобрением права сената президентом. Но он, тем не менее, абсолютно независимая фигура, да, считается. То есть, это считается одним из основных условий нормального функционирования демократии и равенства всех перед законом и вообще верховенства права. Считается то, что генеральный прокурор должен быть абсолютно независимой фигурой, да и вообще вся прокуратура должна быть независимой ни от кого, ни от левых, ни от правых, просто и ко всем людям в стране относиться абсолютно одинаково. Ну, и как суды, например, да, потому что судьи тоже обязаны ко всем относиться абсолютно непредвзято, даже к тем людям, которые, может, по каким-то им причинам не нравятся. То есть, вот была такая договоренность, что вот этого мы не делаем, да, мы не, что прокурор, прокуратура у нас вообще независимый орган. Ну, приходит Трамп и говорит, а где это написано? Он говорит, ну, это не написано, это вот так заведено. Он говорит, ага. То есть, я могу влиять на прокурор, могу давать указания. Формально ты можешь, да, как говорится, формально ты можешь пукнуть на званом обеде, но не надо этого дела. Он говорит, а я хочу. И он начинает сейчас, вот начал давить на генерального прокурора и пытаться влиять на его работу. В чем это выражается? Старая история, начать придется немного, так сказать, издалека, есть у Трампа друг, очень хороший друг, зовут его Роджер Стоун. Этот человек себя называют самым грязным политическим трикстером. То есть, он все время участвовал в каких-то непонятных махинациях против демократов. Он говорит, что обожает Никсона, говорит, что обожает всех плохих. Он говорит, да, I'm doing a lot of bullshit. То есть, он говорит, вообще, если не приняли закона против bullshitting, то меня нельзя сужать в тюрьму. А если приняли, тогда да, можно. Ну, короче говоря, вот этот человек, друг Трампа, его все не любят, но он наслаждается. Он такой мегатролль, я бы сказал, от политики. И вот этот Роджер Стоун, он в свое время говорил, то что хо-хо, вы знаете, скоро появится информация о том, что имейлы демократической партии взломаны, о том, что демократическая партия занимается очень нехорошими делами. Это он говорил в 16-м году во время выборов президента тогдашних. И бах, проходит неделя, и действительно сервера демпартии взломаны, и действительно появляются имейлы лидеров демпартии. К нему все подходят с вопросом, а откуда ты знал? Он говорит, ну, просто догадался. Его вызывают в Конгресс для дачи показаний. Он сидит и просто нагло врет всем в лицо. Ну, видно, что врет, и его поймали на лжи, завели против него уголовное дело, и по семи эпизодам его признали виновным в самых разных преступлениях. Ну, например, его признали виновным в том, что врал под присягой в Конгрессе. Его признали виновным в том, что он мешал следствию и врал следователям. А также его даже, знаете, в чем признали виновным? Он угрожал одному из других свидетелей по этому делу по расследованию вмешательства россиян в выборы 2016 года, он мешал одному, не мешал, а угрожал одному из свидетелей тем, что убьет его собаку. То есть вот до того даже дошел, что собаку грозилось убить одного из свидетелей. Ну, короче говоря, его осудили по семи эпизодам, признали виновным. И сейчас вот должен был над ним состояться суд по назначению ему сроков. То есть сколько ему сидеть. А, еще, знаете, он отличился тоже. Он взял и опубликовал где-то в своих инстаграме, по-моему, фотографию судьи своей по делу своему, да, с прицелом таким на голове. То есть вот как от винтовки, да. То есть типа как бы она является целью. Судье это, конечно, не очень понравилось. Только такие фотографии с прицелом на голове. Ну, короче говоря, этого Стоуна сейчас вот должны были, должны будут сейчас ему определить меру наказания. Четверо прокуроров работали над этим делом, и они назначили ему, там есть такая в Америке специальная таблица, таблица наказаний, и они сверили с этой таблицей, посмотрели. По его преступлениям полагается от семи до девяти лет. Ну, они пришли к суде и говорят, ну вот мы хотим от семи до девяти. Тут выходит Трамп, да, и говорит, в Твиттер выходит, и говорит, это безумие, это какое-то, это не правосудие, это выкидыш правосудия, система юстиции наша вообще никуда не годная. Нельзя давать этому человеку от семи до девяти, это слишком много, вообще он ни в чем не виноват. Вся вот эта история с российским вмешательством выбора оказалась фейком, поэтому то, что делает прокуратура, это никуда не годится. Приходит, ну все же офигели в Америке, то есть это президент напрямую у всех на глазах вмешивает, через свой Твиттер вмешивается в работу прокуратуры, да, такого там не было вообще никогда, я не знаю, со времен, наверное, войны за независимость такого не было, это абсолютно неприличное что-то для Америки. Там все аж ахнули, но еще сильнее все ахнули на следующий день, утром, когда генеральный прокурор Уильям Барр, назначенный Трампом, потребовал от Министерства юстиции, то есть от прокуратуры, по сути дела, переписать вот это заключение обвинительное и потребовать для трамповского друга вот этого Роджера Стоуна не от семи до девяти лет, а существенно меньше. Сколько меньше, мы пока не знаем, потому что информация держится в секрете. Ну существенно меньше. Что произошло? То есть сначала президент вмешался в работу прокуратуры, потребовал ради своего кореша, признанного виновным в совершении уголовных преступлений, то есть ради уголовника. Он говорит, вы что, Трамп заступился за человека, вравшего в Конгрессе под присягой, и доказано его это вранье, то есть это не какие-то байки, это реально доказанный факт. То есть за преступника он вступился и вмешался ради этого в работу прокуратуры. А потом генпрокурор под давлением со стороны президента вмешался в работу своих подчиненных, что тоже категорически нельзя. То есть как можно в Америке, то есть нет запрета на это, но так не принято, так никто никогда не делал. Это вообще было нехорошо, ну нельзя, да. То есть оно, это вот реально как, не знаю, наложить кучу в центре комнаты, придя в гости к кому-то, да. Ну тебя в тюрьму за это не пасают, ну так не делается. А вот они сделали. Четверо прокуроров, которые работали над этим делом, над делом Стоуна, тут же подали в отставку, сказали мы не собираемся в этом участвовать, это какая-то херня, да. И вообще можно их понять, потому что, точнее нельзя бы их было понять в нормальных обстоятельствах, потому что я услышал выступления разных американских сотрудников вот этой юстиции, органов юстиции, так они говорят, никогда вообще в истории не было случая, чтобы накануне оглашения приговора четыре прокурора, которые активно работали над каким-то делом, очень серьезным, важным делом, подавали в отставку. Нет, они это дело доводят до конца обязательно, не может быть такого, чтобы они прямо накануне своего триумфа подали в отставку, это бред, такого не бывает, но вот теперь бывает. О чем это все говорит? А, ну и это еще не все. Трамп также, помимо этого, публично, показательно уволил с работы в Белом доме Александра Виндмана. Помните, это такой мигрант из Украины, который в трехлетнем возрасте с своим братом-близнецом и отцом из Киева переехал жить в Нью-Йорк, стал там военнослужащим, подполковником, он воевал в Ираке, получил там ранения, то есть, ну, уж куда, и он выступал в Конгрессе, говорил, дорогой отец, здесь тебе не Советский Союз, здесь за правду меня никто не накажет, со мной все будет в порядке, ну, естественно, проходит он пару месяцев, и Трамп его просто пендалем под зад выкидывает из Белого дома, ха-ха, никто не накажет, здесь вам не Советский Союз. И не только самого Виндмана, да, но и его брата-близнеца, который вообще никакого отношения ко всей этой истории не имеет. Просто вот как в мафии, да, за, не только ты пострадаешь, но и твои родственники пострадают. Это, во-первых. Во-вторых, он уволил даже Гордона Сондланда, посла США в Евросоюзе, который с точки зрения Трампа дал немного не те показания, которые ему хотелось. Сондланд не хотел, он говорит, давайте я сам уйду с этой должности, потому что, ну, я не хочу, мне это, не хочу позорно быть изгнанным. И он говорит, нет, ты будешь позорно выгнан. И выкинули его из Госдепартамента. Мария Иванович, или Маша Иванович, как ее, кстати, часто называют, в США, выступала тут в Джордж-Аннском университете и сказала, что Госдепартамент США находится в руинах просто. Люди ни во что не верят, никому не верят. Никто не хочет нормально работать. Туда понабирали каких-то гопников, дураков с улицы по объявлениям. Единственное требование к этим людям быть верным Трампу, да, там чуть ли не каких-то реднеков вместо дипломатов сажают, рассаживают. Это, знаете, вот ситуация, как после какой-то октябрьской революции в России, да, когда нормальных дипломатов всех повыкидывали и набрали там революционных матросов, какой-то пьянь, голодьбу на важные должности вот в Госдепартаменте США. Одно единственное требование к ним было, это преданность делу революции. Вот сейчас есть преданность делу Дональда Трампа. Абсолютно то же самое. Еще интерес, ну, это вот то, что происходит в Госдепартаменте с Департаментом юстиции, то есть с Генпрокуратурой. Я еще не закончил. Дело в том, что там сейчас по информации сразу нескольких СМИ, ну, Вашингтон-Пост и СНН, я слышал, оттуда собираются увольняться еще многие прокуроры просто в знак протеста против того, что сейчас происходит с Департаментом юстиции, с Министерством юстиции. Люди говорят, мы не хотим работать. Это не Министерство юстиции США, это Министерство юстиции Уганды, блин, какой-то. И уж я не знаю, не хочу обязать Уганду, может быть, Северной Кореи или Россию. Мы больше перестали быть независимым органом юстиции. Люди не хотят в этом трудиться, вообще быть причастными к этому. Одного тут слышал интервью с одним ветераном, уже уволившимся пенсионером, прокурором бывшим американским. Он говорит, с одной стороны, я поддерживаю этих людей, я бы тоже не смог работать в таких условиях, когда мне раздает указание президент, типа, давай вот этого посадим, этого освободим. Говорит, я бы сам не стал бы в таких условиях работать. С другой стороны, я очень боюсь, что сейчас вместо вот этих профессионалов, которые годами работали в Министерстве юстиции, туда понабирают опять же по объявлениям сторонников Дональда Трампа, которые будут выполнять любую его прихоть, любое его пожелание, и тогда США просто, в США будет уничтожена полностью независимая юстиция. Понимаете, к чему я веду, да? Вообще, американцы пока сейчас не могут даже придумать нормального определения того, с чем они столкнулись. Самое близкое к истине, то, что я слышал, звучало так, что сейчас Министерство юстиции США и генпрокурор США работают как частная юридическая фирма, нанятая Дональдом Трампом. У нас это называется не частная юридическая фирма, у нас это называется карманный генеральный прокурор. Вот как это называется. В Америке просто не было никогда такого, они еще не придумали определения для всего происходящего. И тут, надо сказать, интересная штука происходит. Из-за того, что куча прокуроров обычных сейчас собираются увольняться из органов, так сказать, Уильям Барр, действующая глава этой прокуратуры, действующий генпрокурор, он в интервью ABC News сказал, что попросил Трампа больше не писать твитов с давлением, с просьбами как-то повлиять на работу прокуратуры. Как бы он говорит, дорогой Дональд Трамп, я сделаю для тебя все, что ты хочешь. Ну, пожалуйста, давай не будем это делать публично. Давай, чтобы не будем нервировать всех моих подчиненных, потому что у меня все уволятся, просто мне работать не с кем будет. Давай мы с тобой тихо будем эти вопросы решать, публично не надо. Некоторые американцы наивные подумали, что генпрокурор наконец-то отрастил себе позвоночник и решил встать вот гордо с поднятой головой против Дональда Трампа. Они, балбесы, не понимают, что нет, в таких, в мафии так не делается. Они просто, Барр просто просит, чтобы сделать все по-тихому. Он не собирается в восстание какое-то начинать против Трампа, ни в коем случае, ему все устраивает. Он просто хочет делать все это тихо, без объявления в прессе, так сказать. И он попросил Трампа, не надо больше твитов, не надо. Давай все как-то так, под одеялом сделаем и все, чтобы никто ничего не видел. И тут к самому главному мы подвожу, мысль-то в чем заключается, основная. В том, что понимаете, когда перестают соблюдаться многосотлетние, не просто многолетние, а многосотлетние правила и какие-то нормы поведения, особенно внутри политического общества, то, что было заведено еще начиная со времен войны за независимость и гражданской войны. Вот когда все эти правила и нормы перестают соблюдаться, происходит коллапс системы. Понимаете, именно вот такие режимы, как американская демократия, как британская демократия, они базируются в значительной степени на прецеденте. Если эти прецеденты, если эти правила, неписанные правила не соблюдаются, законов, которые там говорят, так поступать, их просто нет. Поэтому можно делать все, что угодно. Если отмести вот эти неписанные правила, то становится все можно. И сейчас мы наблюдаем вот эту самую ситуацию, когда все становится можно. Когда генерального прокурора президент может использовать как дубину против своих оппонентов. И он уже начал использовать, потому что буквально три дня назад БАР, вот этот генпрокурор сказал, что он очень внимательно изучит компромат на Джо Байдена, на политического оппонента Дональда Трампа, который был добыт Рудольфом Джулиани, бывшим мэром Нью-Йорка, а ныне Решалой, личным Дональда Трампа, здесь в Украине. То есть генпрокурор пообещал надавить президенту, пообещал надавить на главного врага президента политического. При этом генпрокурор отмазывает от тюрьмы друга президента, хотя этот друг признан уголовным преступником. Нарушается, то есть в этом случае получается, что сдержек и противовесов никаких в Америке не остается президента. Он может делать все, что угодно. Более того, Трамп сказал уже, его спросили, скажите, а вы помилуете Роджера Стоуна? Он говорит, пока не хочу комментировать эту информацию. Почему? Если сейчас у Трампа получится добиться освобождения Роджера Стоуна или благодаря усилиям Трампа ему дадут какой-то срок, не знаю, один год или три года максимум, ну тогда ладно, тогда не надо его миловать. Но если Роджеру Стоун влепит какой-то серьезный срок, ну пять лет и выше там, то в этом случае Трамп его просто помилует. Раньше американские президенты миловали людей, которые, знаете, совершили преступление, но общество в целом думает, что этот человек не заслуживает тюрьмы. Ну вот вынужден был, я не знаю, что-то такое-то случилось, но не заслуживает этот человек тюрьмы. Вот тогда президент может его помиловать. То есть формально виновата, по сути, ну вроде как и не очень. Вот тогда президент его может. Вот как Челси Мэннинг, помните, который в Викиликс, в общем, стал источником информации для самого изначального Викиликса еще там 10 лет назад, когда еще был Брэдли Мэннинг. Это был солдат, который просто бескорыстно слил в прессу всему миру американскую переписку американских дипломатов для того, чтобы, как он сказал, хочу, чтобы весь мир узнал, чем занимается Америка. То есть, в принципе, он, конечно, совершил преступление, но не для себя, а ради, так сказать, всего мира, ради того, чтобы весь мир узнал, что творится в США. И вот его Барак Обама, например, помиловал, да, там осталось сидеть немного, он поменял пол, был Брэдли Мэннинг, стал Челси Мэннинг, ну вот уже Челси Мэннинг вышла на свободу благодаря Бараку Обаме, помиловал ее он. Вот здесь, в этой ситуации, да, человек еще в тюрьму даже не сел, а его Трамп уже дает понять, что он его помилует. Опять же, не принято это, это неприлично. Президенты так людей не миловали никогда в Америке, это считалось порочным, неправильным, неприличным. Такого президента потом можно было бы, такой президент не имел бы шансов победить на выборах в дальнейшем. Но сейчас у него такие шансы есть, причем шансы очень высокие, потому что у него есть вот это 40% поддержки людей, которые с свистом, хохотом, с пивом, с попкорном смотрят за происходящим и говорят, да, 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 давай, так его. Вот этот интеллигент там что-то возмущается, а кинь у него говном. Трамп берет, кидает говном, и все смеются, вот эта его группа поддержки, всем это очень нравится. То есть раньше это было абсолютно немыслимое что-то, никогда в жизни президенты ничего подобного не творяли. А сейчас, если надо кинуть говном, Трамп кинет говном. Для него это вообще никакой проблемы не составляет. Вот он собирается кинуть просто в общество американскому, в лицо этому обществу говном. Ну, конечно, не своим 40%, а эти говно любят, а всем остальным. Из-за этого в Америке сейчас назревает очень большой, как мне кажется, вот именно цивилизационный кризис, потому что, понимаете, общество оказалось расколото по фундаментальному признаку, по отношению к авторитаризму и к демократии. Сторонникам Трампа демократии не нравятся, они не хотят демократии, им это неинтересно. Они считают, что... И вообще вот эта старая демократия с традициями, с нормами поведения, с каким-то... с тем, что... как себя вести в обществе. Им это все не нравится. Они это считают какой-то хернёй. Им это неинтересно все. Плевать они на это все хотели. Им хочется поржать, им хочется веселья, им хочется вот, чтобы мордой макнуть в говно кого-нибудь. Вот это вот они хотят. Для них это ценность является. А вот эти все вот, извините, вот Шариковы такие, знаете, вот реально Шариковщина такая, швондера с Шариками. Вот для них это нормально. А какие-то вот эти все, извините, простите, им это ничего неинтересно. И поэтому общество американское очень здорово расколот. И Трамп ведет это общество сейчас, как мне кажется, к диктатуре, потому что не осталось никаких ограничителей у его власти. Пресса идет в Сенат, спрашивают у сенаторов, скажите, вам нравится то, что вытворяет президент с прокуратурой? Сенатор-республиканец отводит глаза, ему сказать нечего. Ему, точнее, он бы сказал бы, что ему, конечно, это не нравится. Он понимает, что страна гибнет. Но он не может это сказать, потому что если он это скажет, то Трамп поступит с ним, как сейчас поступает с Митом Ромни, единственным республиканцем, который голосовал против него во время слушаний в Сенате по импичменту. Ромни сказал, я вижу, что президент совершил преступление, я должен проголосовать против него. Так против Ромни сейчас развязана просто какая-то колоссальная травля, просто дикая травля в Америке со стороны Трампа и его приспешников. Они хотят просто уничтожить Ромни как бы в назидание другим. Вот как Трамп говорил, я повешу его голову на пику на выходе из Белого дома. Вот он сейчас собирается именно это и сделать с Митом Ромни, с республиканцем, единственным, который голосовал против него на слушаниях по импичменту. В общем, сейчас Трамп, как мне еще кажется, до выборов он пока исследует возможности нарушения закона. То есть вот он смотрит, можно ли с помощью прокуратуры отмазать друга от тюряги. Походу да, можно. Пока получается все. Потом он смотрит, а можно ли с помощью прокуратуры уничтожить моего политического оппонента. Так, можно. А можно ли суд размазать по стеночке? И вы знаете, сейчас, буквально вчера, сегодня Трамп очень активно ругает в своем Твиттере, в публичных выступлениях суды и судью, которая будет судить Роджера Стоуна. Говорит, что она предвзята, что она ненавидит Трампа и так далее. То есть он заранее начал атаку на свободные суды и так далее. То есть человек, сейчас он проверяет границы своих новых возможностей, возможностей открывшихся после оправдания его в Сенате. И эти границы сейчас кажутся бесконечными. То есть он может делать все, что хочет. Но пока боится. Чего боится? Боится выборов. Боится зайти слишком далеко до выборов в ноябре. Он понимает, что если он сделает что-то такое совсем уж безумное, что покажется безумным, даже его в этой базе, ну, я не знаю, поднимет над Белым домом российский флаг. Хотя, я думаю, ему бы сейчас уже за это ничего не было. Ну, вот захочется ему, раз, поднимет. Я думаю, в этом случае даже его база от него отвернется, вот эти 40%, ну, хотя бы часть, да. Ну, в принципе, он понимает, что он может делать, в общем, все, что хочет сейчас. Никто его не остановит. Сенат его не остановит, импичмент ему уже больше не объявят. Ничего ему не будет. Вот буквально ничего. Ну, прессы ругаются, да и черт не пускай себя ругают. Кстати, я думаю, очень скоро он и за прессу возьмется. Такие диктаторы с прессой долго не дружатся, свободны. Он обязательно как-то начнет на них наезжать. Не знаю пока еще, как закон какой-то примет, или что-то еще. 100% будут какие-то последствия для свободной прессы очень скоро. Но он боится пока на выборах проиграть. Я думаю, ради того, чтобы победить на выборах в ноябре, он будет использовать все абсолютно самые грязные, самые мерзкие, тошнотворные методы. Фальсификации будут, какие хочешь там, эти самые, программы использованные в Фейсбуке, в Твиттере и так далее, программы, я имею в виду дезинформация и так далее. То есть будет все, что весь полный, так сказать, фарш. Россия ему, естественно, в этом будет изо всех сил помогать, потому что россияне очень много ставят на победу Дональда Трампа. Хорошо ли это все для Украины? Конечно, плохо. Если сейчас Америка начнет превращаться в авторитарную, тоталитарную страну, до Украины ничего хорошего от этого точно не будет. Еще что хочу сказать. Вот если победит Дональд Трамп на выборах в ноябре, в этом случае почти неизбежно вот следующий его, вот он примет присягу, как президент, когда, получается, появляется в январе, да, в следующем году. И я не сомневаюсь, что он тут же начнет максимально жестко ломать американское политическое устройство под себя, переделывать его под себя. И вы видели, может быть, он после оправдания в Сенате, он запостил в Твиттере такой ролик, там показан плакат Дональд Трамп, Дональд Трамп 2020, Дональд Трамп 2024, Дональд Трамп 2028, и так, что-то там до 40-го года. То есть он уже много раз говорил, что он хочет остаться во власти больше, чем на два срока. Он не хочет уходить из Белого дома. Скажет, ну как же в Конституции США написано, что вот два срока только. Так он поменяет Конституцию. Он скажет, что на него это не распространяется. Ему никто ничего не может сделать. Понимаете? Даже если он в наглую будет нарушать Конституцию, с ним невозможно будет бороться, потому что у Конгресса, где большинство демократов, нет армии, нет полиции, нет спецслужб. А сейчас мы видим, он будет набивать своих людей в Министерство юстиции, то есть прокуратура, все прокуроры будут его в карманными. Армия тоже вся за него горой, он огромные деньги тратит на армию. И так далее, и так далее. Вся вооруженная вот эта милышес, так называемая, в Америке люди правых взглядов, которые отстаивают вторую поправку, то есть право на свободное ношение оружия, они тоже все горой за Трампа. То есть вся вооруженная сила в Америке, все за него. Я, честно говоря, единственное, что меня в этой всей истории дает мне надежду на какое-то улучшение, это то, что, во-первых, все-таки выборы будут, есть надежда, что американцы хотя бы в последний момент сообразят, что нельзя терять демократию, что страна просто погибнет. Еще одного срока Дональда Трампа она не переживет, в нынешнем виде не переживет. Это первое. Второе, я надеюсь на то, что начнется какое-то движение гражданского сопротивления, что люди хотя бы просто на митинги начнут выходить, потому что американцы так привыкли к тому, что у них демократия, что они абсолютно не понимают, что демократию можно сломать, можно отобрать у них. Они не верят в это, они думают, да не, была всегда демократия, она всегда и будет. Нет, не всегда она будет. Ее обязательно, кто найдется человек, вот сейчас он уже нашелся, который демократию отберет. И они пока, меня вот очень расстраивает, потому что американцы не выходят протестовать против этого. Они как бы, то ли они не понимают, то ли они, вот как, знаете, лягушка, которую кинули в теплую воду, она будет сидеть, вот в горячую кинешь, она выпрыгнет сразу, да, в теплую, она и сварится в конце концов. Вот мне кажется, что американцы в значительной, а простые люди, я говорю, когда говорю американцы, я имею в виду обычные люди. Они как и та лягушка в теплой воде, потихоньку им температуру повышают, и они ничего не чувствуют. Это второе, но все-таки я надеюсь, что они в какой-то момент выйдут на улицу и скажут, мужик, ты слишком что-то много на себя берешь. Это второе, на что я надеюсь. И третье, на что я надеюсь, это на позиции штатов, отдельных штатов, которые скажут, что если президент начнет откровенно нарушать законы Конституции правила, вот эти неписанные даже правила, то мы откажемся исполнять какие-то приказы президента, его распоряжения и так далее. Я думаю, что вот такие вот эти три силы могли бы повлиять и стать каким-то сдерживающим фактором для развития в США диктатуры. Потому что иначе без этого всего, я думаю, там все очень и очень плохо закончится, причем закончится довольно быстро, уже знаете, в 2022 году все там будет кончено. Я надеюсь, что я ошибаюсь, надеюсь, что ничего такого не произойдет. И если я, знаете ли, слишком пессимистично звучу, ну, как говорится, я думаю, те слушатели, которые давно уже с нами, знают, что я всегда так звучу, а если те, кто новые, ну вот привыкать, теперь всегда так будет. Ладно, на этом у меня сегодня все. Иван Яковин был в студии «Цивилизации». До пребы с вами Сила. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова